Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф! Сегодня мы исследуем одну из самых загадочных и недоступных частей нашей планеты – Марианскую впадину. Это не просто самая глубокая точка океана, но и настоящая сокровищница тайн, которая манит ученых и исследователей со всего мира. Что же скрывает эта бездонная пропасть? Какие удивительные существа обитают в ее темных водах, и как они адаптировались к экстремальным условиям? Мы расскажем вам о необычных формах жизни, которые были обнаружены в этих глубинах, и о людях, которые рискнули исследовать такие труднодоступные места. Мы обсудим исторические экспедиции, которые стали знаковыми в изучении Марианской впадины, и поделимся невероятными открытиями, сделанными там. Готовьтесь к захватывающему путешествию в мир, где царит тишина и темнота, а также скрываются чудеса природы. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали! Марианская впадина или Марианский жёлоб. Это океаническая впадина, которая находится на западе Тихого океана в 340 километрах к юго-востоку от острова Гуан, самого большого острова Марианских островов. Впадина имеет форму полумесяца. Ее длина достигает примерно 2540 километров, а средняя ширина 69 километров. Марианская впадина – одно из самых таинственных и малоизученных мест на планете. Даже Луна исследована лучше, чем этот глубоководный жёлоб. И это неудивительно. Добраться до его дна почти так же сложно, как до спутника Земли. Так какая максимальная глубина в Марианской впадине? Ответить на этот вопрос коротко не получится. Попытки измерить глубину Марианской впадины предпринимались с 1875 года. Тогда команда британского исследовательского судна Challenger впервые обнаружила впадину, измеряет дно мирового океана с помощью банальной верёвки с привязанным к ней грузом. В этот раз у них получилось не совсем точно, но всё равно впечатляюще – 8367 метров. Через два года на картах отметили это место и назвали его в честь первооткрывателей – бездной Challenger. Так в прямом и переносном смысле был брошен вызов очередной загадки природы, ведь в переводе с английского Challenger означает «бросающий вызов». В следующие десятилетия исследования Марианской впадины проводили американские и японские суда. Каждая новая экспедиция уточняла информацию о форме, протяженности и максимальной глубине жёлоба. В 1951 году к Марианским островам отправилась британская экспедиция на исследовательском судне, которая также носила имя Challenger. При помощи эхолота и других инструментов учёные установили, что глубина бездны Challenger – 10 863 метра. В 1957-м исследование Марианской впадины проводили советские учёные на судне «Витязь». Их измерения показали, что предельная глубина бездны Challenger составляет 11 034 метра. В последующие годы многие учёные пытались определить точную глубину. Цифры менялись то около 10, то более 11 километров. Но какая глубина Марианской впадины на самом деле? По информации сайта научных новостей New Scientist, самая глубокая подтверждённая точка впадины – 10 994 метра. Установленная в 50-е годы глубина 11 034 метра не была никем проверена и подтверждена, а комплексные обследования не проводились. Для науки вопрос о глубине Марианской впадины окончательно не решён. Почему Марианская впадина такая глубокая? Исследователи полагают, что это результат столкновения двух тектонических плит – крошечной филиппинской и огромной тихоокеанской плиты. При этом более тяжёлая плита стала погружаться под меньшую. Она и сейчас продолжает подползать со скоростью 2 см в год на юге и 6 см в год в северной части. Место погружения плиты и создало самую глубокую впадину. В результате движения плит возникает складчатость рельефа дна. Во впадине обнаружены четыре океанических горных хребта высотой до 2500 метров. Учёные предполагают, что глубоководным горным хребтам порядка 180 миллионов лет. Достигал ли дна Марианской впадины человек? Да, люди уже несколько раз посещали эту бездну. Первый глубоководный аппарат с людьми на борту достиг дна Марианской впадины в январе 1960 года. Тогда на батискафе Триест в бездну Челленджера отправились швейцарский океанолог Жак Пикар и американский исследователь-подводник Дон Волш. Рекордное погружение продолжалось около пяти часов. По данным приборов, Триест в тот день опустился на 10 918 метров. Второй спуск в Марианскую впадину состоялся в 2012 году, а совершившим этот подвиг стал кинорежиссёр Джеймс Кэмерон, автор «Титаника». Во время погружения Кэмерон, который является ещё и исследователем, достиг глубины 10 898 метров. Он взял пробы грунта и снял видео для будущего документального фильма о Марианской впадине. В мае 2019 года американский исследователь Виктор Вескова побил рекорд. Он достиг глубины 10 927 метров на борту сверхпрочного подводного аппарата DSV Limiting Factor. Ни один человек никогда не погружался так глубоко. Всего в бездне Челленджера к середине 2024 года побывали 27 человек. Последнее на сегодняшний день погружения состоялось 12 июля 2022 года. Что же нашли исследователи в глубочайшей впадине посреди океана? Морских звёзд, кораллы или губку Боба? Могут ли обитать на такой огромной глубине живые организмы и как они должны выглядеть, учитывая то, что на них давят огромные массы океанических вод, давление которых превышает 1100 атмосфер? Могут. И учёным с помощью новейших технологий и пилотируемых подводных аппаратов удалось приоткрыть завесу тайны. Так кто же там живёт? Вот вам несколько примеров. Ксенофеофоры. Это гигантские токсичные амёбы, одноклеточные существа диаметром 10 см. Они покрыты специальной плёнкой, которая очень устойчива к давлению и не разрушается. Учёные установили, что приобрели амёбы такие гигантские для своего класса одноклеточных размеры, приспосабливаясь к несладкой жизни на дне морском. Морские слизни Псеодорипарис свирей. На сегодняшний день это самые глубоководные рыбы в мире. Да, именно рыбы, обитающие на глубине около 8 км. Особи этого вида в длину достигают 29 см и весят около 160 г. Кожа у них тонкая и прозрачная настолько, что видны мышцы и внутренние органы. Бокоплавы Юритинис пластикус. Исследователи Нью-Касселского университета Великобритании обнаружили этих ракообразных на глубине около 6,5 метров. Ранее они людям не встречались. Эти рачки-бокоплавы обитают в экстремальных условиях глубоководных районов океана и вырастают до 5 см в длину, что делает их одними из самых крупных представителей отряда. Самое интересное, что в теле одной из особей ученые нашли многочисленные фрагменты пластика, которые используются при изготовлении различной пищевой тары. Так новый вид и получил свое название – Юритинис пластикус. Кроме того, Марианская впадина населена тысячами видов беспозвоночных, бактерий, грибков, вирусов и других причудливых организмов, а на глубине 8 км все еще встречаются рыбы. Но все они очень мало изучены. Им пришлось приспосабливаться к сложным условиям жизни на самом дне, без солнечного света и под невероятным атмосферным давлением. Поэтому часто эти глубоководные существа выглядят устрашающе. Из-за дефицита кислорода все они эволюционируют очень медленно. Чем же питаются обитатели бездны? Большинство остатками рыб и морских животных из приповерхностных вод. Остальные перерабатывают вещества из источников на дне впадины. Что же еще нашли ученые в Марианской впадине? Удивительно, но именно здесь, в бездне, на дно которой не проникают даже солнечные лучи, был обнаружен пластиковый пакет. Вы можете себе такое представить? Он преодолел расстояние, равное высоте 33 эйфелевых башен, поставленных друг на друга, и с ним ничего не случилось. Этот кусок пластика, а заодно и конфетные обертки из фольги и другой мусор были найдены во время погружения Виктора Вескова. Это еще раз указывает на то, что деятельность человека оказывает пагубное влияние на морскую жизнь способами, о которых мы мало что знаем. Но это еще не все. Исследуя осадочные породы со дна Марианской впадины, ученые из Шанхая обнаружили в самом глубоком месте на Земле гигантские вирусы. Они называются мимивирусами и превосходят по размеру даже бактерий. Мимивирусы живут внутри амеб Акантамоэба. Помимо размера они отличаются очень сложным геномом, содержащим около 1 миллиона 200 тысяч оснований. В Марианской впадине мимивирусы составляют около 4% всей популяции вирусов. Их влияние на животных и человека пока малоизучено. Также в 2023 году ученые из Китайского океанологического университета выделили новый тип вируса и назвали его VBHMEYH4907. Он обитает на экстремальной глубине 8900 метров. Вирус относится к бактериофагам, то есть использует бактерии для создания большого количества себя. Анализ показал, что он поражает глубоководные бактерии холомонос, которые живут в самой глубокой области океана. Микроорганизм продолжают изучать. Теперь вы готовы удивиться еще больше? Знали ли вы, что на дне Марианской впадины расположен активный вулкан Дайкоку? Он создал озеро из жидкой серы прямо в своем кратере, подобного которому нет больше нигде на Земле. Оно постоянно кипит и его температура достигает 187 градусов Цельсия. Также под озером расположены геотермальные источники с температурой 450 градусов. При таких условиях вода сдерживается от кипения лишь благодаря колоссальному давлению на дне. И напоследок ловите несколько интересных фактов об этой загадочной бездне. Если бы Эверест был помещен в Марианскую впадину, в самом глубоком месте он был бы полностью под водой. Сравните сами. Эверест имеет высоту 8848 метров над уровнем моря, а глубина Марианской впадины 10984 метра ниже уровня моря. Ученые называют Марианскую впадину четвертым полюсом Земли. Еще со школьной программы мы знаем, что север и юг являются географическими полюсами. Но можно еще рассмотреть пик и глубину. В таком случае третьим полюсом считается Эверест, а четвертым Марианская впадина. Эти полюса являются геоморфными. В 2011 году исследователям жёлоба открылась удивительная картина. В глубинах океана кто-то построил четыре каменных моста длиной 69 километров каждый. Кто это сделал? Предположительным строителем является сама природа. Ведь мосты сформировались на стыке филиппинских и тихоокеанских тектонических плит. Вода в Марианской впадине относительно теплая, от 1 до 4 градусов Цельсия. Все благодаря геотермальным источникам. Так как максимальная глубина жёлоба почти 11 километров, то давление на его дне в 11 тысяч раз больше атмосферного давления на поверхности. На дне Марианской впадины углекислый газ существует в жидкой форме. Его выбрасывают несколько подводных вулканов вблизи острова Тайвань. Другого места на планете, где углекислый газ можно встретить в подобном агрегатном состоянии, не существует. Дно впадины покрыто вязкой слизью, которая представляет собой измельчённые раковины и остатки планктона, превращённые в липкую грязь невероятным давлением воды. Марианская впадина имеет статус заповедника. Здесь нельзя ловить рыбу, раков и заниматься добычей полезных ископаемых. Только научная деятельность. Это невероятное место таит в себе ещё множество загадок и невероятных чудес. Учёные продолжают работать и изучать глубоководную бездну и, вероятно, в будущем нас ждёт ещё не одно впечатляющее открытие. А как вы думаете, удастся ли людям в ближайшее время раскрыть все тайны Марианской впадины? Делитесь с нами в комментариях.